Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас из города-курорта Анапа. Сейчас мы находимся в солнце, но едем вон туда, видите, на горизонте туман стоит. Сейчас на градуснике всего лишь плюс 16, хотя обещали плюс 20. Но солнце жарит очень сильно, поэтому маечка, окошки открыты и удовольствие по максимуму. Поехали посмотрим, что там происходит на строительстве новой набережной. Появилась информация, что дома уже начали сносить. Друзья, это случилось. Ту часть дома, которая торчала на набережную, снесли. Вот так вот. И появился еще один трактор. То есть, их теперь 2-1 с отбойником, как раз только что отсюда отъехал. То есть, разбомбили как раз-таки ту часть, которая мешала продолжению раскопок на набережной. Вот это да. Сейчас мы с вами осмотрим, как это сейчас выглядит. Я показывал в прошлом видеосюжете, как были подготовлены спилы непосредственно к самому сносу. Но сейчас вот трактор с отбойником завершил начатое. Хотя здесь я вижу, что он разворотил, а до той части еще не дошел. Сколько здесь металла было уложено. Да, картинка, конечно, жуткая. Предстает нам. И одно только удивление. Как вообще была допущена эта стройка на территории, которая принадлежит муниципалитету. Ну, теперь в таком состоянии она будет недолго. Потому что трактора уже прокладывают набережную. Подходят как можно ближе к этому месту. Здесь тоже будет происходить заглубление. И потом еще дальше будет снос следующих заборов, зданий. То есть все идет по порядку. Торматура здесь использовалась такая серьезная. Вот вторая. Поэтому приходится тракторам здесь потрудиться, чтобы это все разбить полностью. Жалко, конечно, и средства, и ресурсы, которые сюда были вложены. Но, как говорится, нечего было заезжать на муниципалку. Ну, посмотрите, как выглядит сейчас то здание. Вот мы начали колупать. Здесь уже чуть-чуть снесли забор, туман. А сверху гор можно заехать и попасть под солнечные лучи. Ну, вот в обратную сторону панорама, как сейчас здесь все выглядит. Работы здесь еще много. Интересно это то, как будут раз-таки сноситься эти здания, которые мешают дальнейшему продвижению спецтехники. Здесь уже разбили сверху это строение. Здесь какой-то поглиб в подвал, наверное, было бы быть. Тоже огромное просто количество арматуры. Я вижу здесь, по-моему, слоя 3. На что-либо было уложено. То есть рассчитывали на вечно, что оно тут будет стоять. Но против техники не попрешь. И вот такие вот кадры мы сейчас с вами наблюдаем. Для тех, кто сомневался, так же, как я, что снос этот будет происходить, вы можете сейчас все убедить своими глазами. То есть действительно, это уже происходит. И строение нашу будущую прекрасную новую набережную не остановили. Дай бог, чтобы она скорее здесь появилась. Выглядит это, конечно, сейчас очень удручающе, но, как говорится, лес рубят, щепки летят. Мы свидетели того, что это возможно, того, что это происходит. И дай бог, все запланированное было как можно быстрее реализовано. Очень этого ждем. Моментами сквозь этот туман приглядывает солнышко. Самый частый вопрос под видео, который вы задаете, это докуда пройдет вообще новая набережная. Вот мы сейчас стоим в торце примерно будущего императорского парка, который должен вот сюда выйти. Здесь еще и частные территории есть, вот вопрос, какая демонстрация будет решать с ними. Ну и, в принципе, дорога какая-то имеется, пространство. То есть вот от этого места мы были, от берега Крутого, как раз-таки вот до сюда должна она пройти. Здесь должно быть вот такая вот надстройка, прям над морем, на которую можно будет выходить, сделанная из... В общем, на вопрос ваш ответил. Хотелось бы, конечно, чтобы она вообще туда дальше. Пишите обязательно ваше мнение, ребятки, что вы думаете о будущей набережной. Нравится вам ли это идея или нет? Раньше здесь были виноградные поля, сейчас тотальная застройка. Собственно, дорога новая, которая связала улицу Ленина и, собственно, шоссе реализована. То есть вот многоуровневые парковки, там дальше гимназия находится в реке. Ну и строительство не собирается заканчиваться, продолжается. Где-то любимая малоэтажная Анапа. Совсем немножко от берега здесь светит солнышко. Когда-то в юности даже и не верилось, что субсех соединится с Анапой. Сейчас тоже реальность. Даже уже и верить не надо, все уже соединено. Объездная дорога как-то не помогает. Посмотрите, какие пробки с субсехом. Я уже начинаю жалеть, что решил доехать до Ласточкина. Сегодня в интернете появились фотографии о том, как красиво можно смотреть на туман, который мы с вами попадали сейчас. И видите, сколько машин поприезжало сюда, на это место. Здесь кладбище, здесь конечная, по-моему, 109 маршрута. Если я не ошибаюсь, ошибаюсь, поправьте меня. Или 106 ходит в субсехе. И дальше в гору пешочком уже можно подниматься. Это все ради того, чтобы увидеть красоту над облаками. Что я вам сейчас покажу. На всякий случай координаты вы видите на экране. Вот вы захотите тоже сюда приехать. Тем более место это очень притягательное. Здесь солнечную погоду, но сейчас солнечно, но там туман. Просто открывается невероятный вид на город Анапу. Даже здесь цветущие деревья уже покрываются листочками. Проходим кладбище и выходим на видовые места. Ребята, вот это да! Вы только на это посмотрите. Вау! Вот это фантастика! И даже город видно. Как нам повезло с вами, что мы можем это наблюдать. И фантастические кадры. Бывает это в апреле у нас обычно. Вот первое такое явление. Так что приезжает кто к нам пораньше, может это все увидеть своими глазами. Потому что камера, я уверен, что не передает всю эту красоту. Мы выше облаков. Показывал ласточки на гнездах, когда они тоже затянуты туманом. Но вот впервые попадаю на такую красоту, когда мы стоим над облаками и под солнцем. И видим все это своими глазами. Надеюсь, вы поставите лайк, и я не зря сюда пришел. Фантастика! Здесь, конечно, жалко, что 800 ступеней обломались. К большому сожалению, здесь такие вот прорывы. Раньше можно было вообще в окошко все это наблюдать. Сейчас немножко по-другому. Не могу взгляд оторвать от этой красоты просто. Воистину природа самый красивый творец. Такие вещи создает, что дивы даешься. Лазурное море, белые облака, голубое небо. Здесь вот это вот горы, скалы. Здесь мы можем увидеть дырки в этой стене. Как раз таки здесь раньше жили ласточки. Сейчас ласточек нету. И остались только названия у этого места. Как ласточки на гнездах. А внизу находится автокемпинг рай. Красота до крики. Там спуск 400 ступеней. Смотрите, снова заходит туман. Только что мы всегда поймали такую красоту. Было и море видно. Сейчас все полностью затягивает. А раньше здесь было только одно место. Такое окошечко. Вот здесь оно находилось. Через которое как бы все фотографировались. Тоже очень крутые фотографии получались. Можно туда даже зайти. Тропа. Ну, не делайте так. Вот эти все языки троллей крайне опасны. Также ходит поверье, что сюда змеи заползают. Там ребята сидят, развлекаются. Надо спешить снимать, потому что сейчас, наверное, туман поднимется выше. Видите, первые заходят выше. Вау. Красота. Здесь самая высокая точка, на которой получаются самые красивые фотографии. Ну, вот оно. Представьте, как повезло с погодой. Только что была видимость. А сейчас все попадает в туман. Очень круто. Господи, тебе спасибо большое за то, что дал возможность это все увидеть. И показать моим зрителям, которые обязательно поставят лайк, подпишутся на канал и поделятся со своими друзьями. Здесь еще одна смотровая площадка. Тут, а дальше дорога ведет Суко на прогулочку. Собственно, откуда вся эта молодежь пришла. Делятся впечатлениями. Здесь идет опять подъем тумана. Отсюда, говорят, даже машины вниз падали. Так что будьте внимательны, аккуратны, когда подходите. Потому что склоны постоянно обрушаются. Какова красота, а? Я хожу и кайфую от этого. Ну, ладно. Я думаю, мы насмотрелись. Можно ехать дальше. Сегодня у нас должен быть процесс приготовления в печи камбала. Надеюсь, что вам понравится. Поехали. Вот здесь эндуро прям с тему. То есть покататься по таким маршрутам, это очень круто. По горам, поездить. Вот по пляжам, это бред. Поток людей сюда нескончаемый. Потому что место обзорное притягательное. Целыми группами приезжает. Припаковаться смог только на Новороссийской, ребята. Людей в городе очень много. Здесь и солнышко светит прям очень хорошо. Плюс 19 субсейхи. А вонапись равно плюс 16 показывает. Двигаемся через дворы. Тут у меня подписчики жили. Там школа вторая находится. В которой я проучился очень много времени. Но эти места, дворы мне знакомы. Здесь раньше стол стоял. За ним сидели. Пока ждали автобуса. Здесь дрался. Всякое было, всякое. Это улица Трымская. Здесь у нас уже газончики возле администрации постригли. Одуванчики. Стриженная травка. Идеально. Красота. Просто и запах этой скошенной травы. Я этот аромат очень сильно обожаю. Говорит о том, что все. Весна, лето и так далее. Ух ты. Тюльпаны. Смотрите, целая клумба. Вот это, да. Сегодня мне прям везет на красоту. Для нашего видеосюжета. Посмотрите, какие они невероятные. И аромат от них стоит тоже. Все их нюхают. Фотографируют. Летние одежды у ребят уже. Царафанчики. Шортики. Кайф. И фонтан, друзья. И сколько людей возле него насобиралось. Как это приятно посмотреть. Отголоски тумана, которые там создают холод. Видите, какая разная Анапа может быть. Где-то тепло, где-то пасмурно, а где-то солнечно и многолюдно. И еще вокруг лавочек. Такие вот нежно-розовые тюльпаны с белым высажены. Недавно в ночное время катались возле этих фонтанов. Тот смотрел в телеграме, тот видел. В ютубе это не появилось. Чисто контент для телеги был. Так что подписывайтесь. Там эксклюзивно выходят некоторые видеосюжеты. Больше общения. Адрес видите на экране. Либо в поиске Юрия Озаровски. Взбивайте. Я бы рад вас там видеть. Давно не видел настолько занятых здесь лавочек. Везде люди, везде суета, везде красота. Прям обстановочка, можно сказать бы, летняя. Нет, ну некоторые ходят в куртках. И это из-за прохладного ветра, который все-таки до сюда продувает с моря. А я вот наши фонтаны очень сильно люблю. Когда они появились, я помню, это будет самое важное место притяжения всех наших дорогих отдыхающих. И это действительно так и получилось. То есть здесь всегда во все времена, в погоде, наверное, самое большое количество людей в Анапе. Пишите в комментариях, любите ли вы наши фонтаны. В какое время дня ночью или днем приходите сюда. И вату продают у нас на Горького улице. Увы, там вообще прям большие столпотворения народу. Это наш парк аттракционов. 30 лет победы. И в нем тоже людей много. Это Горького в правую сторону. Вот так вот. Реально как будто лето, друзья. Очень много людей. Здесь у нас уже очереди, которые типичны для лета на Формулу-1. Формула стоимость 500 рублей. Одна машинка, можно ездить вдвоем. Да, точно. Сезон пришел. И очередь возле шляпы. Лучшие фотографии уже делает молодежь. Это у нас прям профессиональное фото. Немножку девушка красиво поставила. Все. Позирует на Ура. Колесо тоже работает. У нас вчера закат. Наша подписчица прислала с колеса обозрения. Тоже он есть в Телеграме. Можете посмотреть. Таракат, конечно. Вчера был фантастический. Жалею, что не снял на камеру. Но фотографии вы можете увидеть в нашем Телеграме. И видео тоже. Смотрите, сколько там людей. Но мы сейчас от колеса обозрения сворачиваем вправо. И идем за вот этот вот аттракциончик. Там находится пицца на дровах. Которая называется Иль Поле. В которой мы сегодня будем готовить вкуснейшую рыбку. Мы находимся в городе Анапа. В пиццерии Иль Поле. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Анатолий. Шеф Иль Поле. Анатолий. Что мы сегодня с вами будем готовить? Покажите, как говорится, товар лицом. Мы в пиццерии, ребят. Но будем готовить. У нас всего три лота приготовления на сегодняшний. Это картофель из печи. Прям картофель из печи. Дальше мы все-таки у нас крылья из печи. Вот такая вот штука. Это будет очень-очень интересный соус. И мне просто будет интересна реакция Юлия, когда он их будет кусать. Будем готовить. Вау. Это самое такое важное. Это Камбла, ребятки. Настоящая, прекрасная, классная. Посмотрите, какая она огромнейшая. Будем ее пробовать. И она приготовлена будет в печи. Да. Можете сказать, потихонечку начинаем отрабатывать рецептуру лета. Вдруг. А вдруг. А вдруг и вам повезет. И у нас к нам придете ее попробовать. Да. В меню 100% появляются уже крылья. Крылья из печи будут стоить 299 рублей. А также здесь у ребят разнообразная пицца. В зависимости от размера. Вот такие вот ценники. В прошлый раз говорили, почему не озвучил. Адрес мы находимся. Центральный парк. Краснодарская 2L. Номер для заказа 8900-002-0757. Питч, которая мы готовим. Называется вообще Помпейская. Настоящий огонь там горит. И ждет, когда туда сейчас зайдут наши вкусняшки. Расскажи пару слов о рыбе. Как ты замариновал? Немножко паприки. И обязательно чуть-чуть скинули соль. Розмаринчик. Он все равно придаст такой интересный запах соуса. Когда он будет раскрываться. В этой Помпейской печи можно готовить абсолютно разные блюда. Причем одновременно. Запахи не будут пересекаться. Я говорю, блюдо у нас ушло. И крылья. Действительно, особенный соус. Потому что тоже подбирали долго. Пробовали на многих. Имеют томатно-чесночный вкус. Нотками сливочного вкуса. И потому что интересно, здесь есть очень интересный перчик. Каролина Риппер, который будет давать послевкусие. И рот гореть не будет. Но он будет очень вот это, что-то хочется остренького. Но не так, чтобы все пекло. А здесь именно как раз то, что он и раскроется. Картошечка. Сорт Коломбо. Прованские травы. Соль. И масло. Обязательно оливковое. И отправляем также в печь. Готовится мексиканская еще пицца. Как он это делает? Просто можно смотреть и залипать. Здесь закрывается соусом. Дальше сырочек. Пошли помидорки. Мексиканская, она сделана на основе телятины. Мы покупаем фарш, сами его готовим. Складывается перец паприка. Лучок. Сверху слой сыра посыпается. И дальше пицца улетает уже в печь. Рыбка у нас уже шкварчит. Уже полничок лишь поднялся. Рыба готовится очень быстро, в принципе. А здесь уже зарумянивается бочок пиццы. Смотрите, какая красота получается. Сейчас подходит уже прожаривание снизу коржа. Корж не подгорает. Мы его показывали. Можно заглянуть. Красивый, светлый. И на углях доводится уже до готовности. Все, собственно, пицца готова. Вот так вот. Чук. Надрезается специальным режиком. И, собственно, все. То есть мастер уже готов ее отдавать. Какая красота получается. Теперь с другой стороны они поджарятся. То есть вот такая порция четыре крупных крыла будет стоить 299 рублей. Так вот выглядит уже готовая камбала. Красота. Аромат вау. Наводят красоту. Это последние штрихи. И рыбка будет готова. Дегустируем. Слушай, я могу сказать, что она и без лимончика. Камбала сама по себе сочная получается. За счет того, что нету никакого масла, жира. То есть ничего не перебивает ее вкус. Вы чувствуете настоящий вкус рыбы. Готовится в помпийской печи с правильной конвекцией. А на этот запах естественный камбала. Она не загоняет ее обратно в рыбу. А убирает. Да, она его убирает. Тоже, ну классно. А с лимоном вообще лед. Смотрите, он спалил и картошку, крылья. Хорошо, хоть камбал не спалил. А теперь рассказывай, что это. Опять начинается. Дело в том, что ведь это же все-таки, как на крути, используется немножко майонезная. Они не сгорели. Так, опять же, на картинке вам видно. А картофель из печи, он такой и должен получать. Мы верим. Царский стол, ребята. Я даже не знаю, что тебе больше хочется. Рыбка очень понравилась. Крылья я пробовал в прошлый раз. Но в этот раз ты что-то там доработал, да? Да. Должно быть еще вкуснее. И картошка вот, горевшую я еще никогда не ел. Сейчас попробуем. Друзья, записываю отзыв о том, как это было вкусно, классно и прекрасно. Вообще, ребята занимаются пиццей. Приходите, пробуйте и пишите свои отзывы потом в комментариях. И спасибо за такое вкусное угощение. От души их благодарим. Можно увидеть, сколько людей уже насобиралось на выходе с пляжа. Еще раз показываю, что в ту сторону находится как раз-таки пиццерия. Но мы двигаемся на море. То место, где сейчас собралось большое количество людей. Перед тем, как выйти на центральный пляж и увидеть, сколько там много людей. Хочу вам показать панорамку. Это улица Набережная. Здесь тоже люди гуляют. Уже набирают сотрудников Ласковый берег. Там тоже много людно. И здесь людей очень-очень-очень много. У нас даже лошади на пляже есть. Катаются люди. Еще здесь только нет. В Анапе, как говорится, все есть. Мусорка переполненная тоже есть. Вау. Вот это стволоподтворение. Самое классное и прекрасное. Это лебеди, друзья. В чистом море. Настоящая красота. Уточек чуть-чуть совсем. И очень много народу, которых пытаются накормить. Реально кашку покормить и пшено. А ну попробуйте, покажите, как это выглядит. А они не подплывают близко, а ее далеко не закинешь. Это больше одомашенных кормить. А можно вот просто хотя бы вот сюда кинуть, просто показать, что с ней происходит. Она тонет. То есть все, они что, эти... А вот овсянку, когда кидаешь, она туда отплывает. Кинь овсянку. Кинь, пожалуйста, овсяночки. Посмотри, пойдет что-то кушать. Нет, он хлеб ест. Прям кинь овсяночки. Сейчас посмотрим. Будут они овсянку есть. Кидай прям в них. Они так не долетят. Но что-то на овсянку они не реагируют. На хлеб вот плывущие бросаются. А овсянку что-то не особо. Смотрите, кто пшено ест. Воробьи. И то испугался, улетел. Нравится мне, когда лебедь так красиво крылышки держит. Другие там держатся за территорию. Вот так вот красиво заходит туман. Полностью перекрывает. Чем-то видите, сделаю виды туда на пляж. Интересное погодное явление. Это за счет того, что теплые массы воздуха сталкиваются с холодным морем. И происходит образование тумана. Ребята вообще приходят даже поспать на пляже. Что тоже хорошо. Ребенок устал на солнышке. Приторнул. Классно. А тут вокруг лавочки толпы людей. На каждой лавочке кто-нибудь сидит или лежит. Вот так вот все востребовано. А там, кстати, идет какое-то мероприятие на зоне отдыха. Все навесы. Действительно, все лавочки. Везде люди сидят, отдыхают. То есть уже можно ставить шезлонги и сдавать в аренду. Особенно в такую погоду по выходным. Тут народу у нас много. Надо запоминать его таким. Какое оно прекрасное, чистое и классное. Смотрим на пляже. В этом году нам везет. Видите, шторма были. Но водоросли никаких не выкинуло. На пляжик все чисто. Классно. И убирают очень быстро. За что мы благодарим наши службы. И еще одна группа лебедей. Очень интересно с утра наблюдать, когда прихожу на пробежку. Купаться, как они с утра летят сюда на кормежку. Сплавнее Анапы. Причем такие большущие. Хоть-хоть-хоть. Какой звук интересный. А тут у них тоже драка. Вытеснение. Случайно затесавшегося в их группу. Куда подальше. Говорит, а приди. Не мешай. Это наши люди. Пускай они нас кормят. Спят на этих лавочках. Люди вот здесь сидят. Еще один человек спит. На песочке сидят. Прям такая атмосфера. Релакса. Отдыха. Много молодежи на пляже. Что тоже очень хорошо. С гитарами, ребята. Как это классно выглядит. Девочки вовсю меряют водичку. Пошли фоткаться в букву моря. Вот здесь это что-то вообще интересное. Вид фотографии. Девчонки, не уходите. Вчера начало акции общества открывали. Здесь какое-то развлечение для всей семьи проходит. Мы уже как-то раз снимали, ребят. Они нам давали интервью. И их мероприятия, в принципе, анонсируют. То есть это год семьи. Они проводят. Посмотрите, сколько детей, малышей. У нас и рождесят. Тоже поймала. Семейные мероприятия. Тоже поймала. Приходите, участвуйте. 7 апреля следующее мероприятие будет. Сколько людей на фоне надписи моря фотографируется. Кстати, сегодня интересный закат может быть. Так, а там девчули в шортах ушли. По самое не хочу. Море интересно, что они там ищут. Туда дальше по пляжу тоже очень много людей гуляет. Сегодня пляжи наши все на полную. Детская площадка. Смотрите, как девушка где-то. Шортики уже. Под фортики. Везде люди. Как это круто. Продолжаем прогулку. Вот сейчас, видите, их кафе пользуются популярностью. Выходим на улицу Набережная. Мороженое покупают. Фотографируются. Что тут только не происходит. Здесь тоже кафе полное. Грек-стрит, кстати, что-то несколько стольков занято. Но не битком. В конце улицы Гребенской вообще в два ряда. Везде, где только можно, понаставили машин. Потому что людей пришло на прогулку. Игрил много. Я очень далеко от этого места парковался. Хорошая погода. Мероприятия на пляже. И большие количество людей туда уже приехали. При этом номера в машину всех местные. То есть это все наши люди. Вот то, о чем я и говорил, что в Анапе живет людей сейчас уже очень много. В городе постоянно людей достаточно. Бизнес работает. Видите, вовсе продают. Ну, прям летние ощущения. Там тоже точки торговые пооткрывались. Ну, а вдруг кто-то из местных что-то прикупит себе. По Бургер Кингу понять, насколько много народа. Дети, взрослые. Все столики на улице заняты. Внутри там вообще места нет. Пересечение улицы Гребенской и Горького. Тут тоже многолюдно. Все в машинах. Туда улицы Горького вообще стал потворение народа. Ну, а это Герус Кинг. Тут тоже толпа людей. Перед тем, как отключиться, сегодня решил еще посетить одно заведение. Это лоунж-бар Атмосфера. Называется. В прошлом году я вам показывал. Делал на него обзорчик. Здесь разнообразные паровые коктейли. И шикарный вид на морешко и закат. Особенно сегодня, когда мы можем увидеть такую красоту. Адрес у него перелог кордонный 1. И по меню, смотрите, здесь вот такие ценники. Также есть разнообразные напитки. Можно заказать с нижнего этажа. Вон привезут с ресторана на юга любые блюда, которые захотите поесть. То есть у вас есть шикарное место для того, чтобы идти отдохнуть с видом на море. Прекрасная такая атмосферная музычка в очень интересном месте. Само помещение оформлено очень красиво. Есть разнообразные места и необычные, где можно сделать красивые фотографии. Отсюда открывается вид на центральный пляж Анапы. Но сюда по прямой мы видим морешко, закат и остальную красоту. Когда нет этого тумана, хотя он сегодня скрашивает наше видео, то видно и Вики сделает джемоте. То есть очень красивое место с таким шикарным видом. Мы находимся в гостевом доме Атлантида, который также есть у нас на обзоре. Можете его посмотреть. Я уверен, что вам понравится. Мои подписчики уже здесь отдыхали и в этом году собираются сюда на отдых тоже. Надеюсь, что видеосюжет вам сегодняшний понравился. Сегодня видео, такое вау, эффекты в начале. Потом прогулялись по городу. Жду вас в комментариях и пишите ваши отзывы. Как вам, например, то, что вы видели из еды. И я, честно, рад вам показывать таких людей, с которыми приятно общаться. И мы уже читаем в комментариях на стримах, что наши подписчики приходят. И тоже у них остаются, у них тоже великолепные отзывы. Так что знакомьтесь с Анатолием, его семьей и его пиццерии и поле от души. Вам всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Озаровский. Увидимся с вами в следующих видеосюжетах. До встречи.